Как некоторые знают, я работаю в компании Maps.me Она здесь на 25 этаже Мы делаем замечательное приложение Это по сути карта для телефонов, которая работает в офлайн И я подумал, что есть аспект Maps.me, который будет интересно рассказать А именно редактирование имен Значит, начну с того, что OpenStreetMap это боль Да, как и OpenStreetMap То есть там очень простая модель данная, которая ведет к очень сложным проблемам Значит, там, разумеется, есть геометрия А как из геометрии получается, собственно, то, что вы видите на карте Там скамейки, магазины, все такое Это получается через теги, которые вешаются на геометрии Скажем, если тег там amenity bench, то это скамейка Если на теге написано max.peed60, то значит, ограничение скорости всякий обращаться Вот, также есть теги названий Очевидный name, равно там название То есть, если хотите подписать что-нибудь там, что остановка там мультика статьи Осинового Просто не пишите name мультика статьи Осинового Вот, но, конечно, это все непросто Потому что за 12 лет роста проекта Мы придумали много разных других тегов для названий Во-первых, есть текст, скажем, международное имя Int name Там имя, которое можно прочитать примерно любой части жизни планеты То есть на латинице, например Вот есть old name для старого названия Есть lock name, то, как называют этот объект местные жители Вот, есть куча name на разных языках Name 2.m название на английском Name 2.fm название на французском И так далее и тому подобное Соответственно, сколько это название Вот, все это название Все это как-то адресует объект И это можно как-то отреактировать Полгода назад в Maps.me появился редактор OpenStreetMap До этого он был только просмотрщиком И разумеется, первый пункт любой формы редактирования Это собственное название То есть можно создать какой-то объект Там магазин добавить Или изменить там название какого-нибудь кафе И в частности отреактировать название Вот, вроде все отлично Но в OpenStreetMap много участников Они смотрят на тем, что идет из нашего редактора И немедленно начали жаловаться Оказалось, что все не очень хорошо с редактором названий Потому что, скажем, едет группа китайцев куда-нибудь в Стокгольм И попутно им говорят, что вот эта церковь называется на китайском такте Они смотрят на СМИ Что-то неправильно написано И, короче, добавляют китайское название И потом все на это смотрят и не понимают Почему в названии вообще написано по-китайски Хотя это в Швеции, в Германии или в Польше в этом случае Разумеется, на это начали жаловаться То есть name, чем плохо? Это универсальный тег, который рисуется везде Рисуется на всех картах И все хотят, чтобы на карте было написано название на их языке Но в случае MF-StreetMap это не сложно Я точно название на своем языке добавить А в случае, например, карты на OpenStreetMapFORG Только Техней А вам вовсе может не побаловаться Ну да, мы тут СМИ тоже выводят основные name на своем языке Но вот это было так И, собственно, что с этим делать непонятно То есть это еще такой случай не слишком частый А если взять, скажем, Крым Где периодически сначала приходит русский И все переводит на русский Потом приходит украинский И все переводит на английский Ой, на украинский И так далее, и так далее Вот, то есть сейчас Крым, насколько я знаю Нормально принадлежит России Принадлежит Украине И является самостоятельным государством И это постоянно меняется Вот Собственно, что с этим всем делать? Как оставить name в покое? Как объяснить людям, что Если посмотреть вики, там написано, что Tag name То, что выводится на карте Туда записывается то, что есть на местности То есть главная ценность окна Street Map Это как вот Truth on the ground То есть если вы пришли и увидели это название То, значит, там нужно быть в tag name Как это объяснить? Пошли предложения от осмиров Что, мол, ваша программа плохая Но я знаю, как ее улучшить Давайте вы напишите рядом с полем Что вот это должно быть Туда нужно писать только то, что написано в названии Как можно посмотреть? Это было с самого начала написано Никто это не читает В том были еще другие приложения Например, проверять, что если там героглифы То не писать название в западной языке У вас же вот F8 Вот F8 неизвестно как бы языковая раскладка Соответственно, известно территориальное расположение Да, можно так Но как, скажем, отличить Не знаю Немецкий от английского Это уже сложнее Особенно если нет индиутов названия Ну, как минимум У человека раскладка на телефоне английская Ну, немецкая То есть он будет немецкая раскладка Соответственно, он может определить Но это просто признакам Я могу одно просто Два слова по поводу Раскладки на телефоне Например, на большинство айфонов Которые куплены в России Они куплены не в Россию, вы знаете, да? Вот И русский плат 9 Пользуются английской раскладкой для интерфейса Но при этом они хотят видеть название на карте на русском языке Как карта, которая используется в России Вообще, не важно, но вот F8 Английский отличается от русского И вот, будь так уж сейчас Но наличие локальных символов Вызывает сразу вопрос Должно называться вопросом системы Ну, это как минимум Нет, это просто очень непростой вопрос Ну, да Вот Мы это решили Я как бы к этому подвожу Вот Еще одним решением Очень многие мапперы Шумные, в основном, мапперы Предлагали, что просто Отключить редактирование названия И как бы проблема уйдет Вот Мы этого, разумеется, не сделали Что мы сделали? Мы вообще запретили редактировать тегнейм Потому что он источник многих споров И зачем нам эта головная боль? Мы решили Вместо нее сделать следующее Мы взяли для каждой страны Из базы Wikidata Взяли Список языков На которых говорят в этой стране И во время редактирования Мы открываем редакторы Именно для тегов на этих языках То есть Name2.fi Для финского Name2.ru Для русского Вот То есть Один или два языка местной страны Название на английском И название на языке пользователя То есть Если вы русский Приехали в Финляндию То он будет Финский, членский, английский, русский Вот И Собственно Все эти теги Редактируются Они сохраняются Maps.me их используют Для отображения Поэтому Сразу видите Результат Вашей работы И Как бы Все отлично Как бы Сохраняется Что у нас Случилось Ну то есть Плюс этого понятно Что Китайский имя Едва ли человек везет В поле На котором подписано Что там есть язык Что получилось Мы не редактируем Name2.ru А редактируем название На других языках То есть Если мы создаем объект Ну мы копируем Тегнейм Потому что человек Был такой поле Просто чтобы был на карте А если он редактирует То получается Расхождение Как можно посмотреть Скажем В этом В этом редактировании То есть Было название Marche А Кто-то Заметил Что Ресторан переименовали И ввел BlackCard И теперь У этого ресторана Два названия Как бы Он не может Человек не смог Редактировать То что было Вот Так же и здесь Как бы Было написано Плато А кто-то На французском На сетаже Его переменовал Вот И Людям это Не нравилось Ну Людям Участникам А когда Создаешь объект То получается Тоже не очень хорошо Получается Что в Name и Name2.ru Например Одно и то же Значение Вот И многие считают Что это плохо Хотя На деле Теги совершенно разные То есть Name это то что написано А Name.ru Это название На русском языке Небольшая разница есть Но Тем не менее Вот В общем Сделали хорошо Но людям это не понравилось И тоже Будет свои недостатки Что ты будешь делать На прошлой неделе Вышел Новый релиз Maps.me Где мы снова Все немножко Подкрутили Во-первых Мы позволили Пользователям Которые знают Где искать Редактили Тазвание Помолчать У нас есть Кто говорит При немецке Знает Что это значит Добавить язык И там В самом низу Есть пункт Название На местном языке Name2.ru Если его добавить Список полей То можно отреактировать Собственно Tag Name Это для остров Что для остальных Во-первых Для стран Которых больше Одного Языка Нативного Таких как Финляндия Бельгия Ничего особо Не поменялось То есть Там все так же Реактируется Местный язык А вот Для стран Которых только один Собственный язык Таких как Эстония Соединенные Штаты Ну В нашем случае Россия В истории Алгоритм Очень считрый Мы берем Название По умолчанию И копируем Его нативное И английское Если человек С ними ничего не делает То мы Ничего там Дополнительного Не сохраняем Просто Мы показали Что как бы Это название Заполнит А если человек Пошел И отреактировал Оба этих поля Не одно А оба Скажем Русское название Поменял А английское Там стер Или поменял Другое То мы считаем Что человек Знает Что он делает Там действительно Что-то поменялось Настолько поменялось Что человеку Было не лень Это все Вести И в этом случае Копируем В тегней Первое Непустое Название На местном Языке На английском Или на Любом другом Вопрос Мне сейчас Интересно Вот смотрите Ну допустим Пришел человек Русское Название Стер У него Сталось Английское Авокадо И оно Улетело В нейм Нет Если не отредактировали Если осталось Как есть То оно Никуда не улетает Только если Оно изменено Мы используем Новое название Ну хорошо Ну то есть Просто Я почему спрашиваю Ну Русское Английское Написано Русскими буквами Оно как-то Странно Да Если человек Исправит Английское Авокадо По-английски То это Улетит Вм Английское название И Название По-омолчанию Не изменится Вот А если он пробел Добавит То тоже Улетит Ну пробел Если то не улетит А если там Какую-то букву Добавит Авокадо Улетит Конечно Ну в Нейм А название По-омолчанию Есть Оба этих Поли Изменит Такой Сложный алгоритм Но с другой стороны Он Более защищен От непроизвольного Изменения Тега Если ничего не делать В английском В итоге Ничего не запишется Или на русских Луках Напишется Мы сохраняем Только те поляки Произменения Если ничего не делать То ничего не запишется То есть Раньше Почему Когда Когда Поменять Да А когда были пустые Это провоцировало Людей запомнить Еще раз Название для русского Хотя он уже был На русском А может Транслейт написать Там в английском Ну так Это чисто Да ну Зачем Когда Так работает Да Вот В общем Получился А Ну и мы больше Когда Создаем объект Мы не оставляем На сильном имени То что Копируем В Тегнейм Поэтому Дубликатов нет Вот В общем Получился Довольно сложный Алгоритм Это не он Это картинка Ну да Алгоритм Еще не понятнее Скажем так То что Если присмотреться Здесь все понятно Просто очень много всего Вот А у нас Не совсем так Вот Но Тем не менее Это как-то работает И это Самый главный Защищает OpenStreetMap От Множества Плохих правок Пользователей То есть Как многие OpenStreetMap Считают Чем проще Редактор Тем Больше Мусора Пользователи Вносят на карту Потому что Он привлекает Больше людей А больше людей Значит больше ошибок И так далее Поэтому Осмир очень не любит Простые редакторы Так было с Реактором Potlash Так было с Реактором ID Вот А Maps.me Он вообще позволяет Достать телефон с кармана И два нажатия Что-то исправиться Добавить на карту Поэтому Тут понятно Какие волны Ненависти Окутывают Maps.me Вот И вот мы Пытаемся Таким образом Учтить OpenStreetMap От плохих правок Хотя бы В плане Названий Объектов Вот Ну конечно Мы можем Поменять что-то И дальше Но пока что Пользователи не предлагали Каких-то Других Улучшений Логаритмы Вот Но мы Открытых Предложений Если что-то Есть Более Пример Учтить Учтить